Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаия Вавилонского. Поговорим сейчас о 59 главе, которая, как я не устану повторять, является непосредственным продолжением того разговора, который был начат в предыдущих главах, в частности, 58-й. Здесь мы видим, как развивается ответ Божий на ропот израильтян, которые говорят, мы такие благочестивые, постимся, смиряемся, а ты не видишь и не вознаграждаешь нас. Да, вот как же это так? В 58 главе Бог объяснил, что Он считает настоящим постом и благочестием. Здесь 59-й разговор двигается дальше. Бог говорит, нет, рука Господней не сократилась на то, чтобы спасать. А трудно перевести это на русский, потому что буквально там Бог говорит, вы что думаете, у меня руки короткие вас спасать? Ну, согласитесь, что в переводе Священного Писания мы привыкли читать совсем другой стиль высокий. Господь говорит, вы что думаете, у меня руки короткие вас спасти? Нет, и ухо мое не отяжелело для того, чтобы слышать. Бог слышит. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас. Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Вот стена, преграда, пропасть. Ваши руки осквернены кровью. Ну, люди обычно говорят, вот мы там, наши руки в крови тех, кому надо было причинить насилие, у кого надо было отрезать голову или разбомбить, или не знаю чего еще. Да, наши руки в крови тех, кто должен был быть наказан, они обсуждаются это вообще. Бог говорит, ваши руки в крови, а кровь оскверняет. Кровь на руках оскверняет. Какова бы ни была причина, по которой эта кровь на твоих руках оказалась. И в этом кошмар и трагедия, на самом деле, всей человеческой истории, потому что все время своего существования человечество постоянно обогряет свои руки чужой кровью. И это может быть отнесено, вот эти слова Бога, абсолютно ко всем. Ваши руки осквернены кровью, персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь. Уста ваши говорят ложь. Вы все время врете. Да, потому что смотреть на реальность по-честному неприятно, а говорить об этом еще и страшно от сильных мира сего. И вот Бог говорит, никто не возвышает голоса за правду. Вот как вы живете. Никто не возвышает голоса за правду. Руки осквернены кровью. Вот поэтому разделение между вами и Богом вашим. Поэтому Бог не слышит, и рука его не спасает. Ну, вот это так. Конечно, мы не в большом восторге от такого честного Бога. Нам с ним трудно. Ну, и мы либо пытаемся выдубить себе другого, который будет как дитя малое радоваться нелепым проявлением нашего благочестия, и как дитя малое не замечать крови на наших руках. Ну, настоящий Бог вот такой. И дальше он очень подробно здесь обличает, клеймит позором людей, которые живут в неправде. Очень образно. Зачинают зло, рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невинной крови. Спешат на пролитие невинной крови. Ну, вот все написано русским по-белому. Мысли их, мысли нечестивые. Пути мира они не знают. Поэтому вдруг от своего уже лица, говорит Исайя, поэтому-то и далек от нас суд. И правосудие не достигает до нас. Ждем света и его тьма. Озарение и ходим во мраке. Ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Нет правосудия в нашей общей жизни, социальной. Потому что каждый из нас в своей жизни частной тоже избегает правды и правосудия. Преступление наше с нами. Мы изменили и солгали перед Господом. Отступили от Бога нашего. Стало быть, вся ложь и насилие, и кровопролитие, которым мы наполняем свою жизнь, это не где-то вообще, это перед лицом Бога. И поэтому пророк говорит о себе и своем народе. Мы отступили, мы солгали Богу. Солгали перед Господом и изменили, отступили от Бога нашего. И суд отступил назад, правосудие Божье. И правда стала вдали, потому что истина приткнулась на площади, и честность не может войти. Речь идет о совершенно тоже вне временных вещах. Когда человек выходит на площадь и говорит неприятную правду, ему тут же скручивают руки, впихивают его, хочешь куда, в какое-нибудь транспортное средство с решетками, типа двуколки, и сказать правду невозможно, не подвергнувшись насилию. И честность не может войти. И вот это вот общество, которое закрывает глаза от правды, от реальности. А Бог в реальности есть, а в реальности искаженной, выдуманной, лживой живого Бога нет. Он там не присутствует. Истина приткнулась на площади, и честность не может войти. На самом деле, как ни странно это звучит, но это слова освободят слово. Ни много, ни мало. Сказанные, снова подчеркну, 25 веков назад. Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. Противно ему смотреть на то, что мы из себя представляем. И он увидел, что нет человека, и нет заступника за правду, за честность, за истину. И тогда Бог сам облег себя в броню, в правду, как в броню, и шлем спасения на голову свою облегся в ризу мщения. Это место в одном из своих писем цитирует Павел. Облекитесь в броню праведности, обуйте ноги в готовность, благовествует мир, и так далее. Конец послания к Эфисиным. Вот он цитирует это место. Бог увидел, что никто не вступается за правду, и никто не вступается за свидетелей правды. И тогда он сам становится свидетелем правды, борцом за правду. и возлагает шлем спасения на голову, и облекается в ризу мщения, как в одежду. В ризу мщения. Когда люди не хотят слышать правды, Бог приходит к ним в ризе мщения, как свидетель правды. И это правда так. И в любом месте, в любом параграфе учебника истории мы на самом деле увидим, что вот это так. И по этой мере ярости он воздаст противникам своим и врагам своим. Потому что он не только свидетельствует о правде, чтобы люди могли изменить свою жизнь, но он приходит во всей полноте сияния правды божьей. И для его противников и врагов это становится яростью и возмездием. И вот поэтому пророк говорит, и тогда снова враги, как река, убоятся имени Господа на западе, слава его на востоке, враг придет, как река, и дуновение Господа. Вот понимаете, присутствие правды божьей, вот этой попаляющей силы, оно для людей, которые обещали по правде божьей жить, становится вот таким вот пламенем ярости. Но в то же время это тем не менее присутствие Бога. «И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия». Обратившихся от нечестия. Об этом, собственно, разговор все последние главы. Тот, кто будет следовать правде завета с Богом, будет обрадован в его доме молитвы. И последний стих снова поражает какой-то непонятностью, к кому Бог обращается, к пророку или к Израилю, или к помазаннику Божьему. «Вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, может быть на пророке, может быть на Христе. И слова мои, которые я вложил в уста твои, вероятнее всего в уста пророка, хотя может быть и в уста Христова. Не отступят от уст Израиля, а от уст потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Значит, собственно, замысел Божий о спасении в том, чтобы мы встали в правде завета Божьего, чтобы мы в его заповедях, а не в показухе, искали встречи с ним и его спасения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok